Накануне один из нижнетагильских пересидков, переодевшись в блондинку, ограбил банк. Ну как-то же банк. В кровососную конторку из категории микрокредитных организаций типа «Быстроденьги». Команду «Быстроденьги» около 7 вечера услышала 27-летняя офисная дева в одной такой ловчонке на проспекте Ленина. Голос был явно мужской, но перед ней стояла фигура в явно женском пуховике розового цвета с длинными белыми волосами. Лицо скрывала медицинская маска. Неизвестно, какого цвета были волосы у деньгодержательницы, но она догадалась, что перед ней переодетый в женщину мужчина, если хотите, трансвестит. Хотя бы потому, что больше в офисе никого не было, а ножик у него в руках был. Подчиняясь его командам, она открыла сейф, и он забрал оттуда 100 тысяч рублей. Сразу, как только розовый пуховичок выпорхнул в темноту Тагильского проспекта Ленина, настоящая женщина нажала на кнопку тревоги. И все-таки она не была блондинкой, поскольку вот как чувствовала, что травести не будет ждать прибытия секьюрити. Пришлось полицейским шевелить извилинами, раз шевелить ногами было уже бесполезно. Кто-то из них наверняка предположил, что это мог быть какой-нибудь недавно отпущенный-опущенный, которого на зоне использовали как женщину в самодеятельном театре. Или еще где. Не пропадать же таланту, он же может деньги приносить, и не только в кассу театра. Еще подумали, что в розовом пуховике и парике он далеко бы не убежал, и точно. Подняли записи видеокамер по соседству и увидели, как вся маскировка за углом в соседнем дворе полетела на помойку, а разбойника увезла поджидавшая машина. Так и поймали 35-летнего жителя Серова, который из колонии откинулся всего лишь в апреле, отсидев в очередной раз за кражи и разбой. Теперь за очередной разбой с применением оружия на срок до 10 лет продолжится его каторжная, а возможно и театральная карьера блондинки из-за угла.